Ну а мы продолжаем наш утренний эфир с вами в студии Мадина Лайпанова и совсем скоро здесь появятся наши гости, с которыми у нас состоится интересный разговор. Ну а пока я предлагаю узнать, что для нас подготовила пятница и какая погода будет в Карачаево-Черкесии перед выходными. Карачаево-Черкесия Без существенных осадков, днем кратковременные идущие гроза, ветер восточный 5-10 метров в секунду, днем при грозе будут порывы до 15-18, температура ночью 14-16, а днем 30-32 градусов тепла. С 18 июня по 17 июля в Кисловодском цирке спектакль «Клоун», посвященный 100-летию Юрия Никулина. 2, 96, 58. Котир. Баскетбол традиционно является популярным видом спорта в Карачаево-Черкесской республике. Накануне завершился окружной чемпионат команд Южного и Северокавказского федеральных округов, где наши сборные показали ошеломляющий результат. Сегодня у нас в гостях присутствует президент Федерации по баскетболу Карачаево-Черкесской республики Юрий Меремкулов и лучший нападающий сезона 21-22 Наталья Лисовая. Но прежде чем мы перейдем к разговору, я предлагаю посмотреть небольшой сюжет. Победа! Этот девиз стал пророческим для женской команды Республиканской спортивной школы по баскетболу. На протяжении всего сезона девушки показывали впечатляющие результаты и к стадии плей-офф подошли, занимая вторую строчку чемпионата. В полуфинале наши баскетболистки разгромили хозяек паркета – команду из Ясентуков со счетом 79-32. А уже в финальной встрече буквально вырвали победу у серьезного соперника из Краснодара. Капитан команды, 17-летняя Самира Куржева, вспоминает главную игру прошедшего сезона с гордостью. Ведь благодаря сплоченности и боевому настрою наша команда смогла сломить сопротивление и вырвать заветные очки. «Последняя игра была эмоционально тяжелая, потому что эта команда была самая сильная, она выиграла все. И просто осознание того, что эта команда получила два поражения именно от нашей команды. Это просто гордость за команду». Такой ошеломительный результат удалось достичь благодаря кропотливой работе как самих спортсменок, так и тренерского штаба. Ведь еще год назад женской команды по баскетболу в нашей республике просто не существовало. Старший тренер сборной Роман Хворостян рассказывает, как они тщательно выбирали каждую баскетболистку и какой тернистый путь им пришлось пройти до заветной победы. «Мы собирали по крупиночке, собирали молодежь, собирали ветеранов баскетбола, то есть девчат, которые уже, скажем, кто-то мамочки уровня мастеров спорта. У нас есть Ира Алехина, мастер спорта. Это первый мастер спорта, наверное, «Жизнь женщин». И год, год очень кропотливой, тяжелой работы, потому что зал на расхват, этот зал, он единственный у нас сертифицированный. Вот, соответственно, мы где-то школой перебивались, иногда в этот зал попадали. И очень-очень-очень большой труд, потому что уровень соревнований очень высокий. Высокие результаты показала и наша мужская сборная, учитывая, что состав команды был также сформирован относительно недавно. В четвертьфинале ребята одержали победу над соперниками из Севастополя, а в матче за третье место выиграли у команды из Нальчика. Как признается юный капитан Эльдар Меримкулов, для мужской сборной Карачаева-Черкесии бронза – ощутимое достижение. Настрой команды очень важен, потому что, ну, когда команда заведена, когда она хочет победить, она будет биться до конца. В прошлом году мы были шестыми, и, как бы, за год мы смогли прогрессировать, стали третьими. В следующем году будем стремиться к первому месту. Стоит отметить, что баскетбол всегда был востребованным и развивающимся видом спорта в нашей республике. И вот сейчас с обновлением состава женской и мужской сборных, очевидно, начался новый виток развития. Тренерский штаб спортшколы уверен, что нынешние победы – это только начало большого пути. И вполне возможно, совсем скоро имена некоторых спортсменов из Карачаева-Черкесии зазвучат на самом высоком уровне. Мы второй год играем. В прошлом году мы сыграли, заняли, из семи команд заняли шестое место, было, ну, так сказать, не очень, но молодежь, мы поставку сделали на молодых ребят. В этом году мы уже заняли третье место. Да, у нас было два-три человека, которых мы усилились, потому что молодыми совсем тяжело играть. После победы на окружном уровне работы для тренерского штаба, да и для самих спортсменов прибавилось. Уже сейчас наши баскетболисты активно готовятся к предстоящим международным соревнованиям, которые пройдут летом в Абхазии. Что ж, можно смело сказать, что прошедший окружной чемпионат по баскетболу стал для нас успешным. Ну, а более подробно мы продолжим наш разговор с сегодняшними гостями. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. Давайте, наверное, расскажем нашим телезрителям о том, как складывалась система прошедшего чемпионата, потому что, насколько мне известно, это достаточно новый такой принцип. Вот хотелось бы посвятить наших телезрителей немного. Как так получилось, что окружной чемпионат стал одним из таких серьезных состязаний для баскетболистов ЮФО и СКФО? Ну, вообще, этот чемпионат два года проходит. Первый сезон проходил, у нас было шесть команд, и мы играли по кругу, все со всеми играли. Но в этом году поменялся немножечко и регламент чемпионата, команды добавилось, стало восемь команд, в мужских, ну, в мужских команд было, и было разделено на две подгруппы. Ну, с целью экономии, чтобы разъезды были поменьше, и прошло, в общем, прошло восемь этапов. Первые три этапа мы играли. Это были наши подгруппы соревнования, ну, кто в нашей подгруппе были, команды. Надо было занять как можно выше места. Первое, второе. Ну, у нас получилось, что мы заняли команда, вот, РГБУ заняла, спортивная школа заняла третье место в своей подгруппе, и мы ушли в нижнюю, ну, поделились две группы, поделились, и мы ушли в нижнюю, в нижнюю группу. В нижней группе надо было теперь там занимать как можно выше места, мы заняли второе место. Ну, тоже так тяжело, при том, что у нас играют ребята, там, 2004-2005 года, и... Молодые совсем. Да, и 3-4 человека нам, как Министерство спорта, разрешило усилиться, ну, то есть, чтобы, ну, чтобы ребятам, которые молодым, со взрослыми было немножечко полегче играть, чтобы кто-то плечо мог подставить молодым игрокам. И мы, заняв второе место в своей подгруппе, вышли на, в полуфинале, вышли на Муссон. Серьезный такой соперник, мы знаем, да? Во-первых, очень серьезный, очень принципиальный, они, Севастополь, команда такая, она очень хорошая база и с хорошим обеспечением. Очень мы как-то переживали, думали, как получится у нас. Ну, получилось все нормально, мы выиграли у них 16 очков. Серьезный результат. Да, выиграли, ну, был момент, когда мы выигрывали, ну, там, выигрывали, потом начали проигрывать, то есть, молодежь не умеет еще так держать результат, потому что... Психологически, да, еще не совсем? Они думают, что уже выиграли, а игра еще не закончилась, и заканчивается по свистку, как говорится, в суде. Ну, выиграли мы, и попали на полуфинале, вот за выход в финал мы попали на ростовскую команду, Донские Соколы, очень такая, она когда-то играла в чемпионате высшей лиги, суперлиги играла. Очень опытные ребята, очень мастеровитые, мастера спорта у них. Ну, вот с ними мы просто и за счет мастерства и проиграли, то есть, мы... Немножко не хватило опыта, скажем так, да? Да, то есть, мастерства не хватило, вот того-то, что должно складываться, тому, что мы сейчас идем и работаем для того, чтобы в будущем, ну, то есть, вырастить этих игроков, таких же мастеров. Ну, учитывая, что команда молодая, это вполне простительно. Ну, где-то простительно, на поле не спрашивают возраст, надо выигрывать, но проиграли немножечко, там, очков 7-8 мы проиграли, я уже не помню, очков 8 мы проиграли, и то в концовке, при том, что мы достали... Начали как-то переламывать, но вот здесь не хватило мастерства, там, когда надо было перейти грань, вначале выигрывать, мы потеряли мячик, и, то есть, все равно... Игра пошла по другому сценарию, да? Да, при том, что в команде, та команда, которая против нас, которая играла, Донские Соколы, у них есть игроки, которые когда-то играли в команде Эльбрус, при том, что они примерно знают, и как мы работаем, и психологию нашу, и они так выиграли, прошли эту психологию в баскетболах черкесского, ну, нашего, карачао-черкесского баскетбола. То есть, воспользовались знаниями, которые когда-то получили. Но мы знаем, что в этом чемпионате вот такая особенность была, что, дойдя до стадии плей-офф, можно было занять любое место, да? Да, да, да. Можно было занять последнее место, и, ну, то есть, вот как, ну, там, мы заняли... На отборочных этапах, я имею в виду, да? Да, то есть, мы все отыграли, все между собой сыграли, та четверка, которая ушла вверх, разыграла свои места, кто на кого попадет, и мы разыграли. То есть, мы с шестого места попали на третье место, которое заняло выше, ну, выше, которые играли, разыграли места. И мы вот с этого этапа, начиная, дошли до матча за третье и четвертое место, играли с командой Габардино-Балкарии, с Нальчиком играли. При том, что в этой команде, эта команда когда-то даже, если Эльбрус играл в Суперлиге, в высшей лиге, эта команда играла в Суперлиге-1, то есть, на ранг выше нас играла. То есть, у них игроки очень такие, у них, при том, что они на усиление взяли очень сильного игрока, с Челябинска у них играл парень. То есть, можно в финальных этапах, можно усилиться. То есть, соперники тоже были на всех уровнях, скажем так. Да, все готовились к финалу, этому финалу, при том, что очень принципиально, очень, ну, сказать, что там кто-то играл, ну, какая-то команда слабей. Вот у нас наша команда, вторая еще, которая Баттон участвовал, это ребята, которые когда-то играли в команде Эльбрус, играли в командах высшей лиги, Суперлиги играли. Они со спонсором Баттоном сделали свою команду, правда, заняли они восьмое место, но я вам скажу, что они ни одного, нигде, ни разу не уступили. Они вот в финальном туре, в плей-офф, они проиграли первую игру там, ну, очень много, потому что они проиграли команде, которая заняла второе место. Но потом за места, которые они разыгрывали, там, за пятое, шестое, они проигрывали по два-три очка. То есть, они тоже... Вровень шли. Да, они очень достойно сыграли, при том, что, сказать, они все взрослые, опытные ребята, но уже давно не играют, но они хотели поиграть. Для души, скажем так, да? Да, да. Но это мы сейчас говорим о результатах мужской сборной, да? Открытием, наверное, чемпионата для многих других, собственно, субъектов стала победа нашей женской сборной. И сегодня у нас, кстати, присутствует лучший нападающий сезона 21-22, Наталья Лисова, и мы уже, в принципе, представляли наших гостей. И, Наталья, ну, расскажите, пожалуйста, для вас, как для уже опытной баскетболистки, насколько это ценное звание получить, да, лучший нападающий. И, собственно, для вас, как прошел чемпионат, и как вам игралось в команде, где, насколько мы знаем, разновозрастные участники? Ну, команда, вы правильно сказали, возраст очень разнится. Там есть девочки, которым по 15 лет, и которые играли уже за 30. Ну, молодые девчонки слушали более опытных, очень спокойно играли, влились. Первые игры было немножко проблематично с друг с другом как-то налаживать контакт, но потом мы все-таки собрались и дошли до финала, и я считаю, что достаточно хорошо, достойно мы сыграли с девочками. Проблем в команде, ну, как таковых, и, можно сказать, вообще не было. А на вашей память какая самая игра, ну, какая игра выдалась самой сложной, может быть, где вот потребовалось собраться, сконцентрироваться на максимум, чтобы все-таки одержать волевую победу? Ну, для меня лично самая сложная игра была с Волгоградом, но она была непобедоносной. Мы проиграли в овертайме, два очка было очень сложно, девчонки с Волгограда тоже наиграны, очень много участвуют в соревнованиях, и нам с ними пришлось немножко побороться. А может, это стало каким-то стимулом вам дальше, вот, одерживать победы? Да, потому что потом мы этой команде не проигрывали. Еще оставшиеся две игры мы у них забрали. Ну, значит, проигрыш — это своего рода опыт, который, да, позволяет потом одерживать... Да, нам, мы так закусили у дела и сказали, что обязательно эти два очка мы вернем себе. Наталья, мы знаем, что вы какое-то время играли в другом регионе, и, собственно, через определенный отрезок времени вернулись сюда, в Карачаево-Черкесию. Кстати, еще, к тому же, хотелось бы добавить, что Наталья у нас преподаватель истории, правильно? Да. Если не ошибаюсь. Вот скажите, как совмещать сегодня, скажем так, педагогику, да, и игру в баскетбол? Как вам это удается, и, собственно, какие мысли на сей счет? Ну, мне очень нравится тем, чем я занимаюсь, поэтому достаточно проблем не возникает. С этим утром я иду в школу, преподаю детям историю, а вечером я иду туда же, в этой же школе, в спортзал, и преподаю, можно сказать, тем же детям баскетбол. И с ними мы общаемся и в школе на серьезные темы, и в зале мы можем с ними там подурачиться, поиграть в азартные какие-нибудь игры, эстафетки. То есть общение идет, как и всегда, по-разному, и серьезные темы, и развлечения у нас. Кстати, хотелось бы напомнить нашим телезрителям, что женская команда по баскетболу в Карачаево-Черкесии существует относительно недавно, правильно, Юрий? Всего лишь год, по сути, да? Это первый чемпионат, да, который женской командой, это было решено на уровне Федерации баскетбола России, потом в Межрегиональной лиге это было решено, это все стоит в календаре Министерства спорта России. Это точно так же здесь решался вопрос с Министерством спорта Карачаева-Черкесии. То есть это же не просто взять и собрать, и поехать играть. В это вкладываются определенные средства огромные. Спасибо при том, что и главе республики, и Министерству спорта, потому что было вложено немало средств и на сборы, и на тренировки, и на экипировку, на все были определенные условия, которые надо было выполнить. Во-первых, взнос надо заплатить. То есть есть много условий для проведения чемпионата. То есть это все было выполнено и решено, что надо иметь команду. При том, что уровень команды, которая сыграла, команда Черкесская, у нас еще играла девочка, которая бывшая наша воспитанница. Сейчас она живет в Сочи, но помогала, усиляла команду. Да, она бронзовый призер молодежных игр Европы. Она мастер спорта, Алехина Ирина такая у нас есть девочка. Очень сильный баскетболист. У нее просто на финальных играх немножечко ахиллы потянуло, и не могла по здоровью играть. А так очень сильно. При том, что мы взяли у нас девочки, которые играют, мы передаем в команду Суперлиги города Ставрополь, они играют в Суперлиги. Один, три девочки приехали, наши воспитанницы. То есть они тоже там... То есть наша спортшкола воспитывает большое количество выдающихся спортсменов? Да, там Таран девочка у нас такая, она кандидат в сборную России по своему возрасту на 2004 года. Очень ее папа, тренер тоже был по баскетболу. То есть не просто так это взяли, собрали, мы решили, давайте поиграем. Получится, не получится. То есть к этому шли определенный путь. У них хороший тренер Хворостян Роман, который работал там, Кубиеву Марсулемаевичу, там Анатолий Непочтой. То есть группа людей, которые работали для того, чтобы когда-то мы должны были к этому прийти. Но мы к этому пришли, я думаю, с первого... То есть это результат определенных действий? Конечно, огромных, да, работы, долгой работы. Ну, хотелось бы отметить, что был такой, скажем так, бэкграунд серьезный. Да, у нас 30 лет просуществовала команда «Эльбрус», но в какой-то момент было принято решение расформировать данную команду. И это решение вызвало бурное обсуждение, скажем так, среди жителей Карачаева-Черкесии. Вот как бы вы могли прокомментировать, насколько удачным, может быть, было это решение? 30 лет существования команды, оно прошло вместе со мной. Многие, конечно, мне высказывали, как президенту федерации, что это неправильно. Как так можно, да? Да, почему убрали, почему так. Ну, когда уже мы подошли к тому, что наших игроков практически в команде нету, и вкладывать деньги в людей, которых мы не знаем, и на этом мы не вырастим, ну, было решено с Министерством спорта, что надо найти новое что-то, чтобы... То есть, получается, большинство из них, они были приглашенными, да? То есть, не наши, не из Карачаева-Черкесии. Да, да, потому что сейчас это очень огромные средства, которые вкладывать надо в этих игроков, это зарплаты, это огромный бюджет, да. Это очень, ну, я сам лично знаю, что это такое, да. Мы последний год очень тяжело заканчивали. Вот эти соревнования, которые два года мы играем, я думаю, что это одно из первых толчков, в которые мы должны вернуться когда-то. Если мы научим своих молодых, если в нашей команде будет, хотя бы из 12 игроков будет хотя бы 8 своих, а 4 мы, ну, можно. Легионера, да? Да, даже в Реал Мадриде, который выиграл Лигу Чемпионов, там тоже нету столько испанцев, там, например, сколько должно быть. Ну, мы не Реал Мадрид, конечно, но все равно на ком-то где-то должны быть сильные игроки. Ну, из них должно быть 4 человека, ну, максимум 5. Но остальные 10 человек должны выходить, свои ребята. Тогда смысла нету, зачем мы работаем, если мы будем смотреть на кого-то. Ни родители не приходят, ни друзья не приходят. Зрителей, да, мало? Да, то есть болельщики пришли просто посмотреть на команду Эльбус. Вот сейчас мы своих детей учим, мы воспитываем. Я думаю, что к этому мы придем, и мы на правильном пути. Почему сейчас готовятся наши мужские, мужская и женская сборные? Есть какие-то планы? Вот в Абхазии, да, мы знаем, будут соревнования? Да, у нас был международный турнир. Это всегда был, он уже много лет, когда еще президент Сергей Васильевич Багабж был. Это был турнир президента Абхазии. Теперь память его проходит. И очень много хороших команд. Мы смотрим уже, то есть везем своих еще, которые молодые ребята. Смотрим, как они себя. Тут же турнир, ну, выиграть всегда хочется. Но есть вещи, которые... То есть к этому очень хорошо. То есть подготовка мы... Это самый первый этап, с которого мы начинаем. То есть подготовку на следующий сезон. Что ж, спасибо вам большое. Хотелось бы поблагодарить за то, что вы сегодня нашли время и посетили нашу студию. А также хотелось бы пожелать удачи на предстоящих соревнованиях, и чтобы мы не раз еще услышали имена наших игроков, тех, кто из Карачаева, Черкесии, да, на самом высоком уровне. Конечно, и побеждать, конечно. Спасибо вам. С вами наши дорогие телезрители. Я тоже прощаюсь и желаю вам хороших выходных. Увидимся совсем скоро, уже в следующую пятницу. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok